Добрый день, я рад всех приветствовать. Начало у нас августа, не в среду, да, как мы привыкли встречаться, на этой неделе встретимся в четверг, а там уже традиционно будем по следам, кроме вот 17 августа. Мало кто знал, да, есть день бухгалтера, день доктора и так далее, есть день трейдера, да, оказывается такой день есть. Теперь 17 августа вы можете официально выпить стакан кефира и, в принципе, ничего вам не будет за это. 17 августа у нас довольно-таки интересный, насыщенный день, рекомендую быть всем, очень много будет спикеров, даже я до сих пор решаю действительно, какую тему рассказать, у меня есть определенные наметки, но будет у нас много интересного, будут у нас и заморские гости, да, разные будут интересные темы, поэтому 17 числа не забудьте регистрироваться, тут можно принять участие и так далее, то есть ссылочки у менеджеров и на сайте нашего Digitrade, можете все это увидеть, потому ждем, услышите меня и других участников рынка. По сегодняшнему дню, да, теперь начнем по сегодняшнему дню, фьючерсы у нас довольно-таки не велики, если мы говорим про Америку, даже не превышают более чем полпроцента, нефть у нас в нулевых значениях, все остальные, можно сказать, положительные. Также у нас и по Азии, и по Европе, можно сказать, хотя есть у нас, где ФТСы превышают у нас более чем 1%, а в общем и целом на самом деле находимся мы в рейнже, то есть если мы смотрим по SPY непосредственно, да, ситуация, в которой мы находимся, вот у нас такая вот определенная пила, да, позавчера, где как наметился выход, вот 215, не укрепились ниже и находимся вот в этих вот значениях, то есть какой-то корзинная торговля, да, либо какие-то вот индустрии так вот брать какую-то конкретную идею, то есть фонды как таковые даже я не вижу смысла сегодня, непосредственно сегодня рассматривать. Другой момент, да, у нас отчетный период, можно сказать, в разгаре, сегодня уйма отчетов, ну просто очень-очень-очень много, как никогда, в четверг традиционного отчетные периоды, ближе там к 20-м, новый месяц начинается очень много, если вы включите Финвизи и посмотрите, к примеру, сколько отчетов у нас вчера, после закрытия, с любым объемом, да, это 200 с лишним, сегодня у нас будет 285, то есть больше полутысяч. Естественно, многие там будут не проходить каким-то параметрам цены, объема и так далее, но основные сейчас моменты, то, что я вижу, если мы имеем такой рынок, то есть это вариант первый, не торговать вообще, вариант второй, торговать какой-то коридор, да, определенный, то, о чем рассказывает определенный трейдер, тоже имеет, естественно, право на жизнь, либо торговать бумаги, которые отчитываются либо второй день. Какие-то инновации там в плане, опять же, индустрии я сейчас не вижу, пока что, пока что. Хорошо, давайте по вчера пройдем и по тем бумагам, которые интересны, которые говорят на Уолл-Стрит, да, ну, твиттер один из самых основных, можно сказать, нет четкой какой-то вот стопроцентной новости, вот вчера вот у нас с самого утра побежало, дневной график. Вроде как, опять же, из разряда новостей, помню, по-моему, принц в Удовске Рави, плюс бывший, могло ошибиться, могло ошибиться из Майкрософта, по-моему, человек, который в руководстве был, да, планирует вроде как приобрести, вот так вот решили сброситься. Но, опять же, слухи, другие источники говорят, что вряд ли твиттер там за какую-то определенную сумму будет себя продавать сейчас, хотят они побольше, ну, то, естественно, это рынок. Но вот есть такая ситуация, то есть, вчера это позволило нам, да, можно сказать, закрыть, выйти после вот этого не очень удачного отчета у нас, который был, в конце месяца. Мы вышли выше 16.70, 16.80, сейчас находимся на этих вершинах. Сами понимаете, кто на рынке находится. Такие бумаги, как твиттер, фейсбук, я не знаю, бей-бей и так далее, это определенная выдержка, они чуть по-другому торгуются, но чисто технически идея определенная есть, и если будут продолжаться покупки, я не вижу смысла эту позицию переворачивать, и на этом слухе, в принципе, работать. Все помнят, да, эту поговорку, покупай на слухах, продавай на фактах. Вот, поэтому по твиттеру, вот, что касается новости, есть вот такой вот очень интересный момент. Дальше, Крокс, не знаю, обувь, одежда, да, есть такая фирма, у нас оба в основном. У кого-то есть, у меня, например, есть. Вот, вышел у нас отчет, довольно-таки плавно вчера он ходил, этот данный имитент, пришли мы в зону где-то около 8 долларов, пока нет премаркета, да, какого-то интересного, то есть, говорить о каких-то мегаидеях смысла нет, но закрытие практически улов. Это всегда привлекает внимание. Мое, если бы Крокс, условно, закрылся бы вот здесь, да, я бы, приоритет бы ему никакой бы не давал. То есть, зона 8.10, 8.20, я думаю, будет очень интересно, нужно смотреть, как будем двигаться сегодня. Объем превышен, не в один раз, да, на фоне вчерашнего отчета, довольно-таки интересный имитент, имеет АптиКру, естественно, потеряли мы вчера больше, чем 10% от позавчерашнего закрытия, естественно, имеем АптиКру. Ну, как минимум 8, да, да, 8 будет интересно. Дальше. Айджи Алико. Бывший, да, вот вчера вот такая вот интересная у нас. Опять же, новость, отчет удовлетворила многих инвесторов. Важно, что пробили по дневному чарту мы 55, да, вот такая вот у нас была. Вроде как уже загибали-загибались, вышла новость. пробили мы это, просвистели, да, можно сказать, на постмаркете, еще позавчера этот момент, и вчера всплеск был, и в принципе, в принципе, ничего не произошло, толком интересно, в Рейнже вчера был данный имитент, но очень часто бывает, что на следующий день буквально вылетает, да, я не думаю, что это будет мега-движение, но если выше 58, пойдет импульс, я думаю, что даже с утра можно пробовать туда заскочить, в этот поезд. Ниже не было этого, вот, да, вчера вроде как удерживали, но все-таки закрылись выше. Были бы мы вот здесь, вот я бы не думал, что была какая-то конкретная идея. Дальше, имитенты, на которые стоит обратить внимание, довольно-таки тонкий стак CRI, WI, вчера в основном утром он выдал свое движение, но, я бы еще посмотрел, но работал только бы ниже, чем 21.40-27.5, то есть LOW вчерашнего дня. Много раз мы видели, да, бывает частично закрывают, утром потом идут вниз, но не работает ниже, выше, чем вот эта вот зона. Что может быть в этой зоне, ну, действительно, все что угодно. Так, и CALD, ну, это тоже формация более такая, продвинутая, назовем его так. Отчет идет, да, скрывается с gap down, и весь день практически, да, про торговку действительно была серьезная, можно сказать, отыгрывает частично gap, и закрывается в самый high. Очень, как правило, как правило, сильная формация на следующий день, на продолжение, не всегда с самого утра, даже больше, начиная где-то так с 10.30, и я даже больше люблю, когда мы открываемся вот где-то в эти значения, потом начинаем выходить потихоньку, поэтому я бы посмотрел бы, однозначно, в акции есть apti-crow, но вот это тот случай, когда apti-crow может быть в помощь, в том плане, что шарты могут покрываться, да, и вот эти восквизы могут быть, я имею в виду, в положительном значении для вас. утром нежелательно в такую ситуацию лезть. Далее, по сегодня, по сегодняшним отчетам, скажем так, приоритетным, и нет. Отчетов множество, то есть, сейчас вот так вот себе на лист поставить, там 20, я не знаю, 30, можно на сотню найти, каких-то бумаг, и следить, но это утопия, то есть, это абсолютно ничего не конструктивного в этом не будет, то есть, стрейдеры, которые будут смотреть непосредственно утром, смотрите бумаги, в которых есть какой-то премаркет, либо был постмаркет, скорее, ищите премаркет, да, а те, у которых есть отчет, даже там может гайденс положительный, отрицательный, но при этом нет абсолютно никого премаркета, что там может быть, через 45 минут, у нас сначала, все что угодно может быть, то есть, те бумаги, есть смысл, я думаю, смотреть уже после 10-30, те, что утром, нравится мне, FOXA, нравится мне больше вот в этом значении, если мы будем где-то вот ниже, чем 20, 6-20, да, вот как раз мы находимся здесь, тут, да, он же FOX, вот этот вот момент, есть премаркет, есть постмаркет, да, вчера вот довольно-таки интересный был день, в плане того, что мы росли, а на фоне отчетного отчетов, да, вот уже имеем такое, такой премаркет-сессию, то есть, опять же, с точки зрения техники, хочется ниже увидеть, это митент, ниже 26, уже работать в этой зоне, да, если будет на этой ситуации, поверьте мне, учитывать какие-то первые движения маркета, бумаги, которые читываются именно в день отчета, будут полностью игнорироваться. Дальше, FRGI, тоже интересный премаркет, находимся мы вот здесь, если побежим вниз, однозначно будет интересная зона 20, я не, у меня тут не отображается, не исключаю, что 5-го числа вот этот момент тоже был отчет, наверняка FRGI, конечно, ошибаться, но есть у меня такие подозрения, вот такой вот интересный момент, да, это не значит, что так же сегодня будет имитент падать, с ETR у него довольно-таки все нормально, это у нас ресторан, феста, ресторан, вдруг, порядка доллара, то есть, в день что-то мы можем ждать даже больше, средний объем 630 тысяч, вполне, вполне можно рассматривать этот имитент и смотреть его даже с утренних с момента открытия. Ну, Herbalife у меня пока только самые светлые чувства, очень бумага такая, непростая, но, я не знаю, статистику надо подвести, именно на этой бумаге одна из самых прибыльных для меня, но вот есть такие вот парадоксы иногда бывают, постоянно там какие-то новости, какие-то всплески, достаточно дневной график, взглянуть и вы видите, что иногда такие вещи творил этот имитент вместе со своим другом NUS. NUS уже более устаканен на этот год. Вот, только по факту нужно смотреть Herbalife, то есть ждать открытия, нету, да, то есть какой-то разбежности, то есть мы где-то не тут, мы где-то не здесь, мы находимся вот в этих значениях, пока не ясно, то есть при марке, пост марке пока что ни о чем не говорит, но то, что тут будет движение, то, что тут может бумагой 3-5 долларов сходить в день отчета, это однозначно возможно. Дальше SQ. Хороший у нас отчет, положительный Guidance, такая плотненькая бумага, больше, да, дождаться какой-то проторговки, возможно, выйти более повышенным объемом, очень хороший пост маркет, очень хороший премаркет сейчас, нужно смотреть, возможно, уже импульс пойдет с первых минут, SQ, уже можно посмотреть, очень интересный эти арт, эти арт, 33 цента, но, поверьте мне, два в три раза, где-нибудь что-то это возможно пройти. Дальше TDOC, еще вот тоже такой вот интересный момент, люблю я такие моменты, конечно, среднесрочники, которые сейчас меня слушают, готовы высказать мне свое F, когда вот так вот бумага поднимается, кто перед отчетом не выходит, то у нас поинтересная дневка, мы находимся вот здесь, очень болезненный момент для тех, кто не вышел, находится в среднем сроке, может, долгосроке, в TDOC, и очень нехорошая ситуация. Хотя, да, вот мы видим по вчерашнему отчету там уже СИВА Эйч, да, тоже открылись, ниже, пошли закрывать, но тут чуть другая дневка, тут у нас можно сказать пила еще дневная такая, а вот под TDOC, такой вот момент, и можно смотреть, возможно, паника тут возьмет вверх и пойдем мы еще ниже на открытие. Ну и СИВ, СИВ давно мне нравится дневка, он пытается, да, не очень не выходит, такая вот у нас даун дневка, да, и имеем отрицательный премаркет, лоу, можно сказать, у нас годовой 22.75, это очень близко, поэтому тоже возьмите себе на вооружение. Ну и из бумаг, которые тоже сегодня отчитываются, но как тот же Гербалайф не имеет четкого пока премаркет, постмаркет, это у нас FSLR, посмотрим, будет ли он 50 сегодня пробивать, это сегодня у нас Tesla, которая не имеет вообще четкости никакой, отчет у нас отрицательный, но на уровне вчерашнего закрытия. Это неинтересно для, допустим, торговли первые полчаса, следить там и возможно убегать в паровоз, это да, это один момент, но вот сейчас пока ничего интересного. Trip, TripAdvisor, такой вот момент, очень широкий рейндж, видите, 60-70, вот эта вот зона, и хотелось бы где-то вот здесь, или может даже вот тут, пока мы находимся, я не знаю, разве что какие-то технические моменты, да, он может в этом коридоре по несколько долларов ходить, но глобально мне бы TripAdvisor был бы более интересен. Ниже 60, выше 70 уже, я имею в виду Strong, так, выше 70, не просто, там 70-02. И интересен очень и NDP, будет ли он выходить, да, вчера был повышенный объем, вот такая у нас уже долг, если помните, падала бумага, веры, кстати, тоже вчера вышел, но у него нет еще такого вот дневного момента, у NDP он более такой красивый, назовем его так. вот есть у нас момент такой вот 18.35, где-то 18.65, ну вот 13 июля вот этот вот сквиз, 18.50 уже будет интересно, и бывает вот таких вот зон у нас очень интересно, в несколько дней бумага может расти. Средний объем абсолютно, отчет у нас на следующей неделе после закрытия 8 числа, то есть 9 числа мы уже будем видеть картину по NDP. Так, ну, из дешевых бумаг у нас закончим. Гилл вчера очень хорошо, прекрасно сработал, пока сегодняшний день не берем, очень четкий момент, у меня он давно в листе расширенном, после вот этого дня мне удалось здесь находиться, сидел я очень долго, очень вот этот был интересный момент, когда вроде как пробили 50, и на следующий день опять вернули, причем был на объеме, то есть явно был какой-то момент с накоплением, а если кто помнит по ГИО, это у нас биотопливо такое альтернативное, компания именно этим занимается, перспективу рисует очень хорошо, но опять же рисовать можно все что угодно. Вчера был очень интересный момент, пробили мы 55, вот тут вот 55-56 утром, и потом уже пошла игра выше 58, начал приходить объем, и закрылись мы в районе 67, очень неплохо держали цифру 60, есть у нас премаркет, есть постмаркет, но это очень интересный момент, новости как таковой еще нет, поэтому любители шартов тоже сейчас будут находиться, то есть по-хорошему, да, естественно, нужно ждать, но следить за новостями, в дешевых бумагах это один из самых важных моментов, вот есть ГИВО, не так давно, опять же, кто смотрит за дешевыми бумагами, 1 августа у нас просыпался 5x, вот выдал у нас тоже несколько дней, особенно позавчера, классный момент, то есть очень похожая формация, да, чем-то на ГИВО вчерашний, не факт, что в ГИВО будет сегодня вот такой же момент, да, но определенные выводы по этим двум чартам, я думаю, можно сделать и кое на чем подумать. Хорошо, вот такой вот у нас сегодня получился брифинг, всем хорошего дня, не потеряйтесь в этих отчетах, очень много, и в последние два часа однозначно посмотрите все отчеты, которые подходят под ваши параметры объема, цены и так далее, то, что не происходит утром, либо там обеденную сессию, может очень хорошо нарисовать на момент в последние два часа. Всем спасибо, всего доброго.